С выходом обновления 9.1 в игре появилась новая карта — Харьков 43-го. Именно этот город стал прототипом первой исторической локации мира танков. Для её создания были подняты десятки архивов, изучены сотни фотографий, потрачены тысячи часов. Несколько месяцев ушло на разработку карты и улучшение баланса между базами. На большинстве карт World of Tanks есть три ярко выраженных направления. Для Харькова — это площадь, старый город и центр. Впрочем, на этой карте подобное разделение — лишь условность. Между направлениями нет чётких границ. Почему так? Мы тщательно подбирали часть города и выбрали именно эту. Сложная сеть улиц и разъездов позволяют вести активные боевые действия и придумывать многочисленные тактики. Сочетание открытых и закрытых пространств, длинных аллей и зажатых кварталов делают игру на этой карте очень разнообразной. Игрок в любой момент может сменить фланг и помочь союзникам на другом. Всегда есть несколько вариантов продолжения боя и шанс на победу, даже если ваша команда находится в меньшинстве. Это то, что нравится нашим игрокам. Мы намерены и дальше вводить в игру интересные карты, основанные на реальных исторических событиях. Поговорим о карте подробнее. Начнём с площади Дзержинского. Именно так называлась она в ту пору, куда переносят нас создатели карты. Первой сюда приезжает быстрая техника, что вполне логично. Многочисленные баррикады и окопы дают преимущество танкам с крепкими башнями и хорошими углами вертикальной наводки. Но не стоит забывать, эти места простреливаются артиллерией. Если саму площадь обычно занимают СТ, то тяжёлые танки и ПТ, как правило, располагаются на противоположных краях здания «Газпрома», а также в проездах под ним. Эти позиции надёжно защищены от снарядов вражеских салв. На что стоит обратить внимание, играя на этом фланге? Прежде всего, это огромное количество позиций, где можно вскрыть НЛД своего танка и поиграть от башни. Используйте в качестве укрытия уничтоженную технику и груды мусора. Не забывайте, что из проездов по зданиям «Газпрома» можно стрелять не только по площади, но и в противоположную сторону. Отдельно скажу о позиции на К-7. Заехать туда, конечно, можно, но толку от этого будет мало. Поэтому лично я не рекомендую. На другом краю карты находится так называемый «старый город». Он располагается в низине, поэтому большая его часть легко простреливается с окраины города. В качестве временных укрытий здесь можно использовать дома и холмы. Но наилучшей защитой от артиллерии и танков из города служит крутой склон. Удерживать направление легче всего, находясь именно под ним. При игре с первой базы — это квадрат С2. Если там уже стоят союзники, то их можно прикрыть из С1, Е2 и Ф2. При игре со второй базы ключевая точка направления — С3. Для прикрытия хороши позиции в С4, Б4, А5. Имейте в виду, без поддержки союзника в старом городе делать нечего. В этом случае лучше не спускаться вниз и встречать врагов ближе к своей базе. Направление подходит для быстрой техники. Играть здесь непросто. Большая часть фланга простреливается и артиллерией, и танками из центра. Но бросать это направление нельзя, иначе соперники без проблем приедут к вашей базе и зайдут с тыла. Основные боевые действия, как правило, происходят в центральной части карты. Полуразрушенные городские кварталы с множеством проездов и прострелов — отличное место для активной игры. Закруглённые улицы и высокие дома серьёзно усложняют работу артиллерии. Особое внимание обратите на арки в домах. С их помощью можно не только удачно отстреляться, но и быстро сменить позицию. С малого кольца можно подсветить вражескую технику, которая едет на площадь. Улица широкая и открытая, поэтому долго оставаться здесь не следует. Велик риск попасть под перекрёстный огонь. Самые ожесточённые столкновения обычно происходят на Большом кольце. Сюда лучше ехать на хорошо бронированной технике. Впрочем, и броня не спасает, если союзники не прикрывают соседние проезды. Часто исход всего боя зависит от результата локальных сражений в двух кварталах, прилегающих к Большому кольцу. Поэтому важно не только хорошо стрелять, но и постоянно анализировать ситуацию на миникарте. Помните это. На карте огромное количество хороших позиций. На перечисление всех из них уйдёт уйма времени. Поэтому мы решили показать вам самые интересные, по мнению разработчиков. Рядом с центральными кварталами есть сразу несколько интересных мест. Во-первых, это прострел между домами в самом квартале. А вот отсюда можно контролировать диагональ Д7 и Ф5. Выезд из квартала отлично простреливается через окна. И если позиция в Д6 очевидна, то прострел из Ф8 сразу не найдёшь. Кстати, таких прострелов довольно много по всей карте. Ищите и используйте их. В целом, мы проделали огромный объём работы. Стремились к тому, чтобы здесь было интересно играть на любом классе техники. И очень надеемся, что игроки оценят карту по достоинству. Успехов на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok